Ребят, всем привет! У нас сегодня с вами необычное видео, потому что мы будем готовить пасту своими руками. Я уже готовила свою пасту и, помните, снимала такой видос? Ну, блин, я люблю пасту, что поделать? Короче, будем делать пасту итальянскую, без рецепта, по моему рецепту, вот как я чувствую. И, плюс ко всему, продуктами из пятерочки, шампиньонами, которые, в принципе, не особо имеют вкус. Но, блин, будем пробовать. Ребята, эту пасту вы сможете сделать сами, просто зайдя в магазин и купив там все, что купила я. Короче, первое. Шампиньоны. 18 рублей, 180 рублей килограмм. Взяли на развес, я вам здесь покажу все. Тут ставлю. Креветки. 400 рублей килограмм. Мы взяли, я не знаю, сколько здесь, но в общей сложности у меня получилось на 650 рублей по покупкам. Так, получается, креветки, шампиньоны. Все делаем на сливочном масле. Я купила сливки 20% шпинат. И вот такие вот макароны, они называются тальетели. Или паста де символа де... Таглиотелия. Да. Вообще, я думала, что они называются тальетели. Ну, короче, если вы знаете, как называется эта паста, исправьте меня. Ну, блин, не знаю. Я обычно такую пасту всегда выбираю, когда где-то в кафе еще что-то. Это вот мой любимый вид пасты. Она такая, знаете, плоская. Давайте начинать. Сейчас я достану еще чесночок. Главное, чтобы вы не упали. Знаете, что? Первым делом я хочу разморозить креветки. Потому что креветки у меня заморожены. Мы их сейчас разморозим. Они, на самом деле, уже чуть-чуть разморозились. Но, мне кажется, не до конца. Я просто налью холодной воды. И высыплю туда креветки. Ребят, я буду так ходить, потому что это, ну, мне кажется, максимально удачный ракурс. Вот. Но не сидите строго. Будем отрабатывать. Будем готовить так вот в лайве. И вот. Так. Смотрите, короче, какие креветки продаются в пятерке. Я удивилась, потому что это правда, знаете, такое вот креветка, такая королевская, считай. Посмотрите. Я их почищу от панциря. Сейчас они чуть-чуть разойдутся. Пока давайте помоем шампиньоны. У меня же есть сицы. Так. Слушайте, и у нас сегодня, короче, и готовка, и мукбанг. Сейчас посмотрим, как быстро мы все это сделаем. Шампиньоны я вытряхиваю. Так. Слушайте, я, короче, хотела купить... Ну, я вам тут вставлю вставочку. Я снимала чуть-чуть в магазине. Типа, я хотела купить шампиньоны в коробочке. А они стоили, ребята, это такой развод. Они стоили 70 рублей 200 грамм. А эти стоят... Ну, получается, 200 грамм 40 рублей. Так, ну-ка. Не дай себя обмануть. Так. Шампиньоны мою. Знаете, они все немножко подубитые, шампиньончики. Смотрите, какие. Ну, а что? Ну, и что теперь подубитые, подубитые. Вообще, фокус тут на кого? На меня. Подубитые. Ну, ничего страшного. Так, пусть, короче, они вот стекают. Привержите. Да, вот так. Знаете, такая Юлия Высоцкая на кухне. Масло. Масло обязательно я использую коробье сливочное. Ну, потому что оно вкусное. Оно такое нежное. А, давайте еще поставим макароны вариться. Так, у меня занята большая кастрюлька. Но есть вот такая вот маленькая. Ну, будем варить в маленькой. Нам же особо много не надо, правильно? Так, набираем воды. Ребят, честно, я не готовила так сто лет, чтобы с таким, знаете, задором. Это я взяла для украшения. Но я думаю, так же я добавлю, когда буду все жарить шпинат. Будет паста со шпинатом, креветками, чесночком, в сливочном соусе с шампиньонами. Такая вот, такая вот Италия. Я уже тут выкладывала свой телеграмм. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И там как раз-таки я говорила, что все, ребята, я начинаю снимать мукбанги после такого затиши. И у нас будет Италия. Итальянские недели. Короче, разную пасту хочу попробовать даже с трюфелем приготовить. Трюфель очень дорогой, поэтому пока готовим так. Бюджетный вариант. Ну, как бюджетный, ребят, с креветками. Так, все. Это у нас кипит. Так, значит, теперь, я думаю, пока еще рада разогревать масло. Давайте с вами почистим креветки. Блин, а как это делать? Слушайте, наверное, сначала нужно пожарить. Не знаю, как делать. Сначала жарить шампиньоны или сначала жарить креветки. Я думаю, креветки. Так, давайте я солью воду. Сейчас покажу, что у меня получилось по креветкам. Такие вот креветочки. Я сейчас их почищу и буду... Вот. Кстати, надо с кошкой поделиться креветками. Соня, ты где? Соня? Ко мне. Иди сюда. У меня кошку аллергия вообще. Такие вот штучки получаются. Прыгнешь сюда? Иди сюда, прыгай. Прыгай. Хочу, чтобы вы увидели. Ну, ладно. Не хочу вас вертеть так же, чтобы это не получилось. Ребят, я ей дала креветочку. Сейчас еще дам одну. Все ради... Все для кошек. Вообще, я тут как-то давным-давно изучала всякие индийские штуки. И там говорили, что нельзя кормить кошку. Во время готовки это забирает энергию. Мне кажется, это херня. Блин, она не ест. Ну, ладно. Так, все. Чищу, ребят, для нас уже. Чищу для нас и буду складывать пока что... Сразу в сковородку. Ну, просто, чтобы они там полежали. Вот. Сейчас все почищу. И... Кредки как раз уже подтаяли. Говорят, что типа нельзя, чтобы они таяли резко. Вообще, надо все класть в холодильник, рыбу, чтобы она таяла. Но у меня, если честно, на это никогда нет времени и силы еще, чтобы класть в холодильник. Какие-то придумки придумывать. Все и так нормально тает при комнатной температуре. И вообще вопросов у меня никогда не возникало. Так, хочу вам сказать, что это паста по моему рецепту. То есть, никакие рецепты... Ну, знаете, я тут соединяю просто все, что я когда-либо пробовала, знала в итальянской кухне. Когда мы были в Италии, я вам так скажу. Мне очень нравится итальянская кухня, которая готовится у нас в России. Она какая-то такая сочная, вкусная, много всегда соуса. Когда мы были в Италии, мы ходили по разным местам и пытали, знаете, найти этот идеальный итальянский вкус. Я не знаю, ребят, то ли нам не повезло, то ли мы ходили не в те места, но реально вкусную итальянскую пасту вот в Италии мне не удалось поесть, к сожалению. Я бы хотела, конечно, еще туда вернуться хотя бы раз и попробовать найти реально классный ресторан, где вкусно готовят. Потому что, знаете, их пиццы в основном были похожи на какие-то лепешки. Просто у нас пиццы, да, там начинки дофига, сыра дофига, а там как-то, не знаю. Вот салаты у них были хорошие. У них такая, знаете, средиземноморская кухня, то есть они прямо так, знаете, салаты выносили всегда в миску большую. Салаты, там много тунца, всего такого, помидор, но относительно вот именно пасты, мы, видимо, не в те места заходили. Хотя мы много куда ходили, просто заходили, пытались найти, но не получилось. Вот так. О, съела, съела. Так, я тут чищу пока, давайте я отключусь и скоро включусь. Так, ребятки, ну что, посмотрите, почистила я креветки, вот столько креветочек у нас получилось. Не, кстати, не так уж и много. Ну, я тут немножко, конечно, скормила кошки, ну вот столько. Нормально? Ну, на одного человека на самом деле хватит. Если вас будет больше одного, ну, даже, может быть, на вас и ребенка хватит. Вот, поэтому, ладно, думаю, что достаточно. Короче, приняла решение сначала жарить, знаете что, шампиньон. Кстати, вода уже вскипела. Добавляю соль. У меня вот такая соль, это просто банка от соли. Короче, сейчас расскажу вам историю. Это просто банка от соли. В этой соли содержится антислеживающий агент, по-моему, Е536. В общем, это не очень хорошая тема, потому что, как бы, это как яд для человека. Ну, в небольших количествах ничего, как бы, нет. Но, в любом случае, это все копится в организме. Поэтому у меня просто осталась эта банка, а я сюда покупаю, знаете, вот такую вот соль. И высыпаю ее сюда. Вот такую. Она без вот этого вот антислеживающего агента. И она просто юдированная, морская соль, вот такая. Вообще, соль самая дешевая, хорошая. И вот морская, смотрите, чтобы просто было без гем. Так, у нас уже закипела вода. Мы ее подсаливаем обязательно. Знаете, я раньше любила в детстве смотреть всякие передачи, приготовку. И я запомнила на всю жизнь, что надо сначала подсолить, добавить масло. Я, кстати, вместо оливкового сейчас вот подсела на такое, нерфинированное, подсолнечное. Видите, такое. Оно, в принципе, добавляет такой легкий вкус. Ароматного масла мне он нравится. Правда. Такое, знаете, я вообще люблю сельщики. Поэтому, так, показываю вам мои любимые макароны. Вот такие. Они вкусные, очень, очень вкусные, очень. Так, добавим. Блин, ребята, у нас такая маленькая эта штука. Давайте я четыре гнезда сварю. Да? Ну, мне кажется, хватит. Так. Блин, не вмещается. Ладно, давайте пять. Я уже как-то их подварила и тоже там, знаете, закидала дофига. Вообще, также в этих кулинарных шоу, которые я смотрела в детстве, говорили, что пасту нужно варить в большом объеме воды. То есть не так, как я сейчас варю кашу, а именно в большом объеме воды. Ну, сори, ребят. Как бы, мы с вами не витали. Готовим у себя на кухне. Поэтому ничего страшного, что мы там добавили вот так. Так, ну что, начинаем тогда делать грибы. Грибы мне нужно будет сейчас порезать. Я их буду жарить, знаете, на большом объеме. Они отдадут, я думаю, воду. Сразу же она выкидет. И мы сможем добавить уже креветки. Вообще, как оказывается, паста очень быстро готовится. Ну, вот вы видите сами. Так, сейчас мы варим чуть температуру. Все, вода у нас кипит. Мне кажется, из честно, шампиньонов многовато. Может быть, я буду резать не все. Вот. Я, знаете, хочу сделать так, чтобы у меня была такая паста очень сливочная. очень такая соусная, чтобы не были, как вот, макароны с пастой, ну, с соусом, а чтобы это были прямо паста в соусе. А-а-а! Нет-нет-нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. На сетах малого длина еще и кипает. И не хочу открывать, чтобы сейчас тут все будет в пару в этом. Типа под крышкой вариться. Так, мне кажется, вот столько, в принципе, хватит. Знаете? Мне кажется, вот столько хватит. Ваше мнение, хватит ли столько? Посмотрите, сколько креветок смеха, сколько пометек. Хватит, конечно. Давайте мы тогда с вами разогреваем сковородку, чтобы выклепила у нас вот эта вот водичка из креветок. И мы пока что, пока у нас разогревается, все, ребята, добавляем чесночок. Чесночок очень важен, потому что он добавляет такого аромата и так далее. Всегда я добавляю чеснок в свои блюда домашние, радостные домочадки. Такими чесночными нотами. Чесночные ноты очень важны. Я не знаю. У меня вот есть знакомые, которые не любят чеснок, считают, что он вообще не полезен. Я не знаю. С чесноком можно съесть вообще все. Вы знаете, просто хлеб чесночком помазал, с маслицем, с солью, другое дело. То есть чеснок, он идеальный. Я не знаю, есть ли в странах, в которых нет чеснока. Наверное, есть в Индии, наверное, да, немного чеснока. У нас в северных странах чеснок любят. Я не знаю, может, Европа, может, в Индии тоже есть чеснок. Так, ну, конечно же, мы вспоминаем тоже кулинарное шоу из детства. И они все время делали как? Они вот так чесночок брали и его давили таким вот образом. Все, вот он. Ой, 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 ой. Вот так. Все, они его как бы придавливали. Но я, если честно, знаете, еще его чуть-чуть всегда подрезаю. Вот так. Как бы все повара в моем детстве говорили, что это для того, чтобы выпустить сок из чеснока, его раздавить. И тогда он как бы все делает лучше. Мы берем масло. Знаете, я возьму, ну, вот столько. Ну, это паста. Ну, блин, многовато, да, наверное? Блин. Давайте половину из этого. Что-то, ну, столько я ставлю, многовато. Я не люблю, когда жир не слишком. Так, что у нас тут с этим? Ну, варится. Ну, слушайте, ребята, реально как раз вот пять этих гнезд, это на одного, я думаю. Так, масло. Кстати, знаете, чтобы вот это масло не горело, в него рекомендую добавлять немножко растительного масла, что вот я и сделала. Чудо-масло. Все. Закидываю чеснок. Это три головки чеснока. Три. Я бы сделала больше, но мне кажется, смысла особого нет. Так, и сейчас чуть-чуть пусть у нас чеснок с маслом побудут одни на сковородке, чтобы, знаете, у них произошла химия. Все, ребята, все, что я знаю о готовке, это реально детские вот эти программы. Ну, не детские, программы я смотрела, помните, ПТНТ? Ребят, класс, у меня сел аккумулятор, это второй аккумулятор. Сейчас, не знаю, как скоро он разрядится, поставила тот на зарядку. Так, смотрите, такой вот у нас получился симбиозик. Такой. Все, короче, пахнет очень вкусно, и добавляем туда шампиньоны. Все, пусть сейчас это все быстренько у нас жарится. Шкварчит, ребят, это будет очень вкусно, я так хочу есть. Я не ела ничего с завтрака, во время уже, знаете, сколько? Три часа дня. Так, что у нас тут с пастой? Что я ее вообще убавила, она не кипит. Так, ребят, все, встретимся, когда будем добавлять креветки. Так, ребят, мной было принято решение не сильно зажаривать шампиньоны, они вот у меня на семерочке пожарились, до такого, знаете, состояния, такие немножко уже сморшились, вот, но еще прям не ужарились совсем. Я включаю огонь побольше и добавляю креветки. Знаете как, на другую сторону этого сковородки. Насколько я знаю, поправьте меня, если я не права. Нужно солить в последний момент, потому что продукты дают свою воду, если мы добавляем соль раньше. Поэтому пока я солить не буду, я убираю масло, я тоже уже больше не буду. Давайте пока у нас тут все жарится, я помою шпинат, который тоже хочу добавить. Такой вот шпинат. Все, я думаю, знают, что такое шпинат. Так, добавляю. Слушайте, ну я, он, во-первых, ужаривается, он очень взбивается быстро. Я добавлю вот столько шпината. Сейчас я его помою. Так. Ну, опять же, ребят, шпинат добавляем в конце. Вот так, вот даже еще чуть-чуть побольше. Знаете, уже, мне кажется, когда сливки делают, то пусть пока он стоит, сливается. Так, что у нас тут? Ну, как-то, если честно, все упустила. Воду. Что я делаю не так, ну, в принципе, ладно, очень страшно. Знаете, у меня всегда так, я когда готовлюсь, у меня что-то не получается. Я думаю, ну, и так надо, значит. Все равно сделаю вкусно. Все, уже все, короче, перемешиваю друг с другом. Все равно я сделаю все вкусно, знаете. Я не могу сделать невкусно, потому что у меня хорошая легкая рука. Так, давайте попробуем сливки. Я очень люблю сливки. Давайте их открывать и пробовать. Вкусные, свежие. Можно кушать. Так, ну, что у нас тут с пастой? Слушайте, паста, по-моему, уже готова. А, я не затекла время. Вот это моя тема, я никогда не затекаю время. Давайте попробуем сейчас. Блин. Давайте попробуем. А! Блин. Мне кажется, готово. А! Ммм. Ну, готово, да. Ммм. Паста получилась тут. Да. Прям можно сливать, я думаю. Сейчас. У меня, видите, как бы, все я использую, потом мне это надо. Сегодня я стараюсь готовить аккуратно, потому что все-таки при вас готовлю. Обычно у меня срать. Так, сливаем макароны. Так как мы добавляли туда масло, в принципе, их можно и не промывать. А я и не буду промывать. Короче, когда мы при варке добавляем масло, оно обволакивает макароны, поэтому их можно потом не обливать холодной водой, чтобы они не слипались. Они и так не слипнутся, потому что там масло было. Все. Все. Сливы выключаем. С этим у нас что? С этим у нас все тоже прекрасно. Смотрите, как это выглядит. Давайте, что, добавлять, наверное, этот соус. Я добавляю сливки. У-у-у, ребятки. Я добавляю сливки. Вот столько, наверное, хватит. Вот столько, наверное, хватит. И сразу же делаю огонь потише. Я, знаете, что думаю, что я добавлю сюда, у меня есть итальянские травы. Вот такая вот смесь итальянских трав. Тут базилик, что-то еще, что-то еще. Так вот побольше добавляем итальянских трав. Я бы сюда еще добавила, на самом деле, мускатный орех. Да, это он, чуть-чуть мускатного ореха. О-о-о! Много, ладно, поздно. Ну все, пусть покопать сама. Так, и, может быть, так как чеснок у нас уже, наверное, ушел тот. Ну, потому что чесночное масло... Знаете, короче, чеснок, он быстрый во вкус уходит там, что ли. Вот когда мы добавляем чеснок, через 5 минут, по-моему, его вот эта яркая чесночная нота уходит. Поэтому я хочу взять зубочек чеснока и добавить его еще. Вот поверх всего этого. У меня был сухой чеснок, но он мне быстро заканчивается, потому что я его сыплю, знаете, как бешеное. Поэтому у меня только такой вот сырой чеснок. Сейчас я их быстренько... Так тоже я его раздавливаю и меленько-меленько нарезаю, потому что сейчас уже добавляем в конец. Надо, чтобы он был маленькими кусочками, чтобы он успел раствориться. Так, вот так. Такими кусочками добавляю. Все, добавлю. Так, ну что? Сейчас уже будем солить. Блин, ребят, выглядит классно. Посмотрите, такой сливочный. Сливки 20-процентные. Сейчас. Надо, чтобы чуть-чуть загустело. А как он загустеет? Вода выпарится, да, и загустеет. Вот сейчас пробую вкус. Не хватает соли. Чуть-чуть добавлю. Чувствуется, не хватает соли. Сейчас добавим соли под конец уже. Потом добавим пасту и добавим вместе с пастой шпинат. Чтобы шпинат у нас не сдулся. Слушайте, выглядит просто волшебно. Просто волшебно. О, боже, да. Знаете, такой вкус супер сливочный. Очень много дали вот эти итальянские травы, которые я добавила в приправу. Поэтому обязательно покупайте. Плюс мускатный орех тоже дает свою ноту. Сейчас тут немножко подкипит. Я не знаю, сколько надо кипятить, чтобы сливки не свернулись. Но пока они не свернулись сливки. Вот засекайте. Не знаю. Сейчас давайте я включусь, когда буду закидывать макароны. Ребята, буквально вот минутка прошла. Соус уже становится чуть гуще. Потому что это жирные сливки. Давайте их солить. Давайте их посолим. Потому что соли реально не хватает. И это чувствуется. Главное тут не пересолить. Я все время пробую на самом деле, потому что только попробовав, можно помять. Так. Все прекрасно. Прекрасно. Делаем потише. Так. И накладываем нашу пасту. Выкладываем. Немножко слиплось. Чуть-чуть, блин. Ладно. Может быть, и можно было сполоснуть. Вы знаете, холодной водой. Но я надеюсь, сейчас она разликнется. Да, ребят. Споласкивайте холодной водой. Не слушайте меня. По-моему, повара в детских передачах говорили херню. Так. Вот так это получается. Слушайте, ну выглядит вообще. Вау. Сейчас у меня все разликнет тут. Сейчас. Даже не знаю. Мне кажется, не стоит больше добавлять макароны, пасты. Мне кажется, хватит. Вот столько как раз. То, что надо для нас. Блин, обалденно, ребята. А, стоп, стоп, стоп. Давайте мы с вами добавим шпинат. Шпинат. Шпинат сейчас, он сам по себе подтает. Он очень быстро тает. Я многовато, кстати, шпината зафигачила. Добавлю меньше. Так. Шпинат вниз пусть уходит. Так. Сейчас. Шпинат. Ребят, и хочу добавить сыр. Чуть-чуть сыра. Все-таки его тут не хватает. У меня вот такой вот сыр пармезан. Он, в принципе, хорошего качества. Я добавляю прямо сюда, чтобы у меня все расплавилось. И пармезан, знаете, он добавит такую сливочность еще больше. И яркость вкуса. Ну, как вам? Получилось? Ребята, вот сколько мы на все, про все потратили. Это вообще реально очень быстрое блюдо. Так вот. И изысканное. Плюс ко всему. Необычное. Не просто мы сварили с вами макароны, а сделали вот такую вот тему. Смотрите, вау. Со шпинатом, с чесночком, с итальянскими травами. Боже, у меня текут слюни. Все, давайте. Сейчас я это все выкладываю в тарелку. О! И садимся с вами кушать. Хорошо, что у меня есть собака, которая все это слизывает с пола. Так, я хочу еще чуть-чуть пармезанчика подтереть. Пусть у меня это пока побудет. На сковородке, чтобы не остыло. Трем, трем, трем. Все, я думаю, хватит. Все. Вместо пармезана можно добавлять сыр гауда. Ну, вы поняли, да. Можно заменять вполне. Сейчас включусь уже со стола. Так, ребят, выкладываем наше произведение искусства. Ни много, ни мало. Все, вообще красота. Хорошо, что я вспомнила про сыр. То, что он добавил, знаете, такую тянутость еще большую. Ой, вообще интересно, что получилось. Все падает. Так. Так, смотрим. Такая вот паста. С креветками. С шпинатом. Вот. Давайте пробовать. Если честно, очень хочу попробовать. У меня прямо слюнки текут, потому что я не знаю, как это все вышло. Видите, шпинат, он, правда, ну, как бы все уносил. Как бы его надо в самый последний момент добавлять. Если вы любите сливочные пасты, вы это действительно зацените. Посмотрите. Сейчас я покажу. Вот у нас сама консистенция. В принципе, мне нравится. Знаете, я бы добавила сюда еще, может быть, томатов. Думаю, томаты были бы в тему. Сюда. Паста, знаете, такая... Нормально доварилась она. Покажите, как вам этот формат готовить и есть в одном кадре. Креветки ужарились. Может быть, был смысл, знаете, их обжарить на масле, выложить и уже солод готовить без креветок. А их потом сверху положить. Как идея, ребят, записывайте. Ну, вот на картинке я вижу, что выглядит что-то так себе, да. Ну, она плюс еще, знаете, немножко с наклоном. Сама у меня поверхность, чтобы было как бы лучше видно. И от этого такое вот ощущение какое-то такое вот каша возникает. Но, как вы видите, все макарошки разделились. Отлично вышло. Обязательно добавляйте итальянские травы. Вообще, те специи, которые вам нравятся, можно добавлять. И чеснок. Сюда было бы идеально добавить или трюфель, или трюфельное масло. Ну, вы сами знаете, трюфель – это такой продукт гурманский. На каждой кухне он есть. И вместо шампиньонов, знаете, есть обычные шампиньоны, а есть королевские шампиньоны. Либо дикие грибы, лисички. Они бы дали больший вкус. И, знаете, вот эту грибную ноту бы, белый гриб, допустим, сюда бы тоже шикарно подошел. И шампиньоны – это крайний вариант. Если у вас поблизости пятерочка. Но если есть возможность купить гриб на категорию чуть выше – это королевский шампиньон. Он такой коричневый. А это было бы вообще. То есть он бы дал больше грибной ноты. Потому что шампиньон все-таки у него такой вкус. Но я не скажу, что сильный. Так получилось очень вкусно. Ну, увидите сами. Ребят, и потратила я 650 рублей. Но это не одно такое блюдо. То есть, понимаете, пачку макарон, там еще шампиньоны остались. Но можно на троих такую пасту сделать. А за такие деньги. Ну, вы наедитесь. Вообще, я вам скажу так. Готовьте дома, как в ресторане. У меня это, знаете, такое всегда. Когда я готовлю, у меня все время такой творческий порыв. И я не готовлю просто поесть. Бывают такие дни, знаете, когда я там просто пожарил куриную грудку и все. Но обычно я стараюсь делать, как в ресторане. Украсить красиво, все выложить. Вот, это прям мое любимое. Ну, слушайте, тут большая порция. Я все это не съем точно. Объедаться не хочу. Лучше оставить. Я готовлю реально хорошо. И вот у меня сейчас такая идея. У меня, знаете, кстати, есть такая интересная паста. Борилла. Она необычная, которая продается в магазинах. А она вот такая вот, знаете, такие толстые трубы. Вот такие вот. То есть их можно зафаршировать, допустим, мясом внутри, политым соусом. И сделать такое вот. Они у меня не лежат. Я обязательно такую пасту приготовлю. Приготовлю вместе с вами. Я, знаете, какие еще хочу попробовать? Вот такие вот длинные толстые пасты. Такие спирали. Увидела тут в видосе и прям мне захотелось. Слушайте, ну сливочная максимально просто. Ребят, класс. Вот чтобы я сюда добавила, наверное, это реально томаты. Рекомендую вам попробовать относиться к готовке дома. Именно как к чему-нибудь интересненькому, к творческому. Я знаю, что многие девочки так готовят. Но кто не готовит? То есть, знаете, готовка, она как рисовать или что-то творить. Можно сделать прессу невкусно, а можно так завертеть. Мне еще, кстати, очень было бы интересно попробовать что-то из китайской кухни. Сделать самой, допустим, свинину китайскую, курицу китайскую. Я думаю, тоже что-то такое мы сделаем. Все, ребят, последняя вилка. Я наелась. Получилось просто прекрасно. Замечания мои вы услышали. Сменить грибы на более интересные либо королевский шампиньон, либо белые грибы, либо лисички. Когда вы жарите креветки, все-таки лучше их пожарить и выложить, и потом уже добавить в самом конце в соус, потому что они реально ужариваются. Вот. И в целом, наверное, все. Добавила бы я сюда помидор. Дополнительно, знаете, когда пассеровала шампиньоны, добавила бы помидор, и был бы вкус чуть-чуть, знаете, такой более интересный. Помидор добавил бы такую пикантность. Вот. Так все прекрасно. Я думаю, что мы с вами повторим этот рецепт. Со всеми моими нюансами, которые я сейчас проговорила. И посмотрим, насколько будет вкусно. Доработаем ли мы его. А так, в целом, все. Спасибо большое, что зашли на канал. Подписывайтесь на мой телеграм. Там меня много, я там постоянно. В целом, все. Всем пока.